Алексей Лепченко уже присоединяется к нашему эфиру, заместитель главного редактора российского издания «Вёрстка». Алексей, рады приветствовать. Да, добрый день. Алексей, ну, безусловно, мы хотим начать... Слышно? Да, слышно? Отлично. И слышно, и видно вас. А вам наслышно? Да, хорошо. Здорово. Алексей, вот хотим... Мне вас хорошо видно, да. Супер. Хотим начать, собственно, наш с вами сегодняшний диалог. Планировали, конечно, по-другому, но в связи со свежими новостями не можем не узнать ваше мнение по поводу того, что вот основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, возможно, даже абсолютно и не в Африке, как предполагалось, а уже в России, причем буквально в родной земле, получается, как бы это ни звучало, конечно. Насколько действительно таковые версии имеют право на существование и вообще имеют такой шанс оказаться реальными, потому что все больше и больше российских СМИ, по крайней мере, подтверждают данную информацию? Ну, скорее всего, мы видим ровно то развитие событий, которое можно было ожидать. То есть можно было ожидать, что Владимир Путин рано или поздно уберет Пригожина и не простит ему то, что тот сделал 26 июля. И, скорее всего, Пригожин действительно разбился на самолете, хотя есть версия, что это инсценировка самого Пригожина, но это слишком сложная, конечно, пока конструкция, конспирологическая. Скорее всего, это действительно попытка успешной ликвидации Пригожина, причем дали это сделать, собственно, Министерство обороны. Министерство обороны таким образом отомстило за те сбитые самолеты, которые пригожинцы подбивали, пока ехали на Москву, на свой штурм, который не случился. И все это будет представлено, видимо, как ошибка ПВО, как случайность, но очевидно, что таких ошибок на самом деле не бывает. Самолеты Embraer надежные, они бьются редко. Это бизнес-джет хорошего качества, поэтому очевидно, что какая-то техническая неполадка исключена. Уже практически все полностью признали, что это, скорее всего, была работа либо ПВО, либо какой-то теракт. Но если это теракт, то это тоже очевидно. Теракт, подготовленный с помощью спецслужб. Ну да, вы сказали, что рано или поздно все-таки это должно было произойти, но вот тут действительно такое ощущение, что они рано ли, потому что на самом деле все-таки ожидали подобной расправы, ну правда, несколько позже. Мог ли Пригожин, сейчас, возможно, несколько конспирологические уже теории, но мог ли Пригожин готовить какой-то новый сюрприз для Путина? Собственно, и в связи с этим могла быть связана вот такая вот быстрая расправа, потому что тут у нас появилась информация о том, что Пригожин сегодня действительно вылетал в Россию из Африки, что с ним был весь состав ЧВК «Вагнер», и действительно тут журналисты российские говорят, что было бы чудо, если бы он находился в другом самолете, но, вероятно, действительно, он успел слетать в Африку, ну и все. Касательно этого самолета, этот самолет не летал в Африку, по данным программам «Мельрадаров», он вылетел из Москвы в направлении Петербурга, выскажите. Поэтому про Африку это пока нуждается в проверке, эта история. Но так или иначе, действительно, все произошло достаточно стремительно, потому что обычно месть подобного рода может происходить через несколько лет, но, видимо, угроза ЧВК «Вагнера» с точки зрения Кремля сохранялась, поскольку оставались бойцы, оставалась мощная достаточно группировка, 8 тысяч человек в Беларуси и еще несколько тысяч человек в разных странах Африки и других странах мира присутствует. В «Вагнера» очень разветвленная сеть, 38 стран в ней задействованы. Поэтому, конечно, Пригожин представлял определенную угрозу, и было странно, что, на самом деле, ему дали еще посуществовать мятеж, получается, почти два месяца. В эту субботу исполнилось два месяца даты Пригожинского мятежа. Что касается способа, вот здесь, конечно, интересен способ, потому что обычно, как мы знаем, все-таки людей больше либо травят, тех, кого считают предателями. Но, скорее всего, в случае с Пригожином это было технически делать невозможно, потому что Пригожин, очевидно, просчитывал такой вариант, и его охрана старалась исключить возможность каких-либо отравлений. Тем более, вы знаете, он все-таки повар, так что сегодня-то просто, видимо, поэтому выбрали более грубый способ преподаваться. Ну, вот буквально возник вопрос. Хотел другой поставить, но сейчас возник вопрос. Может ли быть такое, опять же, поговорим мне о фантазиях, о конспирологии, что Пригожин был в числе пассажиров, но на борту его не было? И это некая попытка, ну, если не убрать, то хотя бы спрятать Пригожина? Исключать такую версию нельзя, потому что Пригожин известный затейник и мистификатор, и он может выдумывать самые разные схематозы. Но надо понимать, что, конечно, это такая схема очень высокого уровня, угробить собственный самолет, либо ждать, что его угробят. То есть вероятность того, что эта конспирологическая версия близка к Кристини, она, на самом деле, не очень высока. Пригожин действительно почему-то не особо боялся перемещаться по России последние два месяца, и он летал довольно много из Москвы в Питер, Ростов-на-Дону, в Минск. Это все постоянно происходило. Он бывал тут, тут, там, заходил в разные ведомства и органы власти. То есть он как-то не очень боялся что-нибудь за свою жизнь. Но, возможно, он считал, что его не тронут, либо были какие-то гарантии между ним и Путином. Мы же не знаем, по-моему, итог переговоров, в которых участвовали тогда Лукашенко, Путин, и почему Пригожин в итоге не пошел на Москву. Но если верна версия, что Пригожин действительно был на борту самолета, и не один, а вместе с Уткиным, который его правая рука и главный, собственно, командир, то это означает, что ЧВК Вагнера уничтожено на данный момент. Я как раз и хотел коснуться этой темы. Если мы не будем говорить о смерти Пригожина, но хотя бы об отсутствии Пригожина в руководстве ЧВК Вагнер. На самом ли деле ЧВК Вагнер перестает существовать, или просто у нее меняются задачи, функции? То есть была задача Африка, была задача Беларусь. Изменится ли что-либо в деятельности ЧВК Вагнер? Если действительно Пригожин и Уткин на борту были, то их ликвидация означает конец группы Вагнера. Все активы, которые есть у Вагнера, будут растащены, разобраны под частям. Бизнес на еде отойдет другим близким чиновникам, компаниям. Как это, собственно, уже сейчас происходит в ряде регионов. Очевидно, что недвижимость, скорее всего, останется за семьей Пригожина, а группировка военная вряд ли продолжится. В существовании, скорее всего, она как-то... Ну, возможно, люди, которые образуют эту группировку, будут как-то переформатироваться, дробиться. Но в нынешнем виде ЧВК Вагнера больше не будет. Ведь, к примеру, в Африке же ЧВК Вагнер исполняли определенные задачи, угодные Путину, и это было удобно на определенном этапе. Почему бы, например, тому же Путину не назначить какого-то ручного руководителя, который мог бы продолжить эту миссию, но вот непосредственно в Африке, и, собственно, уже без угроз для самого Путина повторного мятежа? Да, действительно, была такая версия, что он продолжит работать в Африке, и что Путин ему это разрешил, и Пригожин даже будто бы сам это попросил. И это как бы была такая сделка для них вин-вин. То есть и Путин сохранял интересы в Африке через Пригожинскую компанию ЧВК, и Пригожина сохранял возможность зарабатывать на этом. Но, видимо, если такие договоренности были, то они были для отвода глаз. И, по всей видимости, поэтому было принято решение его ликвидироваться. Хочу также сейчас озвучить информацию, чем Валерий задаст вам следующий вопрос. Представители ЧВК «Вагнер» подтверждают гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Об этом утверждает сепаратист Владимир Рогов. Ну что же, вот такая информация также появляется, и все больше подтверждений от разных лиц звучит в том, что действительно были на борту. Ну а я продолжу вопрос о задачах ЧВК «Вагнер». Уже вне зависимости от того, как будет называться эта частная военная кампания, «Вагнер» не «Вагнер», но задача провоцировать на границе страну НАТО Польшу из Белоруссии. Кремль отказался от этой задачи? Она потеряла актуальность? Ну это изначально была какая-то не очень серьезная задача, непонятно кого этим можно было напугать, потому что очевидно, что 8 тысяч человек с легким вооружением вряд ли представляют угрозу для Польши, как страны НАТО, у которой совершенно другое вооружение. Вы понимаете, что серьезно этим грозить никто не мог. Ну что же, а как вы считаете, ведь не могу сказать, что была вот такая очень глобальная какая-то поддержка пригожена во время его бунта, но так или иначе, каким-то образом россияне показывали, что они были бы не против, возможно, таких перемен в России. Ну конечно. Это будет назидательно для тех, кто, возможно, планировал бы мятеж? Или все-таки, как сегодня мы уже услышали в нашем эфире, что просто нет больше конкурентов на вот такой вот план и миссию свержения Путина? И что это будет сделать теперь, к примеру, легче тому же легиону свободы России? Ну, смотрите, во-первых, пригожинский мятеж показал, что реально власть Путина держится на соплях, то есть в критической ситуации никто не вышел его защищать. С другой стороны, мы понимаем, что и результаты этого мятежа показали, что если бы Пригожин дошел до конца, то, возможно, остался бы точно жив. А теперь, как мы видим, то, что он мятеж до конца не довел, и это, конечно, будет хорошим примером для тех, кто что-то подобное попробует устроить еще. То есть эти люди, скорее всего, будут доводить это до конца, если у них будут и такие ресурсы. Алексей, вопрос о функционировании, я вернусь к этому вопросу, о функционировании ЧВК Вагнера в Африке. Как с предполагаемой смертью Пригожина может измениться эта деятельность частных военных компаний, выгодных Кремлю в Африке? Это могут быть уже другие частные военные компании, или же это наемные... Да, это, скорее всего, будут... Это могут быть компании, в которых бойцами могут быть те же участники группы ЧВК Вагнера, но они, эти компании могут раздробиться на разные совершенно части, и это будут какие-то другие юридические лица, и какие-то другие у них будут командиры, и, возможно, спонсоры. Прощаемся. И это уже вопрос того, как будет ли Кремль вообще поддерживать всю эту деятельность, или он ее как-то переформатирует. Ну, тут, как бы, возможно, вариант. Алексей, спасибо вам за участие в нашем эфире, спасибо за ваше мнение. Алексей Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка», был гостем нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова